Первое место по количеству выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Центральном федеральном округе. Такое заявление сделала уполномоченная по правам человека в Тверской области, опираясь на данные прошлого года. Почему нужно постоянно проходить тестирование на ВИЧ даже тем, кто не входит в группу риска, выяснила наша съемочная группа. ВИЧ-инфекция относится к числу самых трудно распознаваемых заболеваний, которые не сопровождаются ярко выраженными симптомами. Выявить ее можно путем обследования в специальных учреждениях, но, к сожалению, многие даже не подозревают о возможности заражения. Марк каждый год проходит тест на ВИЧ. Сам медик, поэтому для молодого человека вопрос здоровья очень важен. Уже неоднократно принимал участие. С 2016 года регулярно сдаю тест на ВИЧ-инфекцию, так как являюсь медработником. И также на подобных акциях тоже сдаю тест и, естественно, как волонтер помогаю ежегодно. Марк обязан проходить тестирование. Он медик. Но как заставить людей разного возраста ответственно относиться к своему здоровью? К сожалению, хотя мы живем в 21 веке, у нас еще остались очень серьезные заболевания. И ВИЧ-инфекция – это одна из таких серьезных инфекций. Большое количество людей, к сожалению, страдает этим заболеванием, но не знает. А достижения медицины сейчас достигли такого уровня, что при своевременном начале лечения эти люди могут достаточно долгое время жить. Более того, особенно молодые, даже иметь здоровых детей. И это очень важно. Как отмечают специалисты, ВИЧ-инфекция чаще обнаруживается у людей в средневозрастной группе, нежели у молодого поколения, как это было раньше. Мы все время утверждали, говорили, что ВИЧ-инфицирование – это в первую очередь те, кто принимает наркотики. Но мы сегодня смотрим, к сожалению, не только наркотики, а основное – это половым путем. Не хочу сказать, что среди молодежи, к сожалению, уже такой зрелый возраст, основное заболевание – это где-то от 25 до 45 лет. Проблема существует, причем город Тверь, Вышний Волочок и еще ряд других, Калининский район, ряд других районов, с которыми надо усиливать работу. Когда ТС на ВИЧ положительный, необходимо встать на учет и начать лечение. По словам Надежды Егоровой, в Тверской области не хватает медицинских кадров, которые готовы работать с этой категорией больных. А самое главное – непонятно, чем и как лечить в муниципалитетах. Там увеличилось количество врачей в центре, прием всего на 2,5 единицы, хотя это совершенно недостаточно. Пока не понимаем, как лечение выстроено в районах, практически инфекционистов там нет, которые могли бы работать. И, в принципе, оказывается, лечение здесь, в центре, и он, соответственно, не по помещению. Мы обращались и в город Тверь, чтобы помещение дополнительно выделить. Надежда Егорова уверена, что приоритет в профилактике. Здесь надо вести работу постоянно, не от случая к случаю. Обращаться ко всему населению, а не только к группам риска. Сдавать тест на ВИЧ нужно раз в полгода и знать меры предосторожности.